Всем привет! Отвечаю на два вопроса, которые задают последние два дня лично мне наши подписчики. Первый вопрос звучит, как я отношусь к видео с Романом Протасевичем. Второй вопрос, как я отношусь к посту Зинона Станиславовича Позняка, в котором он начал призывать поддержать инициативу Байпол Перамога. Отвечаю на первый вопрос. Я никак не отношусь к видео, снятому ОНТ. Я никак не отношусь к видео, снятым не только ОНТ. Я никак не отношусь к видео, снятым какими-либо другими демократическими, в том числе СМИ Республики Беларусь. Мое отношение к новой оппозиции как к пророссийской структуре и частично к бизнес-проекту, который привел страну к зачистке протеста и к слиянию с Российской Федерацией, никак не меняется. Я не ориентируюсь на информацию пропагандистских СМИ. Ориентироваться нам приходится только на логику и течение событий в течение девяти месяцев. А логика мне подсказывает, что такое говно мы будем видеть с разных сторон в ближайшее время очень много. Так всегда бывает, когда грязь и с одной, и со второй стороны. Когда протест для одной стороны – это повод убивать, для второй стороны – это повод скатываться до коалиций, зарабатывания денег, вечных картинок, флешмобов, удобных для Запада и для пиара самих себя. Поэтому процесс естественный, противный, отвратительный, достойный Оруэлла – это тот случай, когда жизнь опережает гротеск известной книги Оруэлла, на мой взгляд. Ну или, во всяком случае, недалеко уходит от этого гротеска. Все ожидаемо. Что касается пыток, о которых так много сейчас говорят, я скажу свое мнение. Оно будет непопулярным, но мне не привыкать. Я знаю зверства этого режима, но я предполагаю, мне так кажется, что пытки не всегда нужны. Стойкость духа, которая определяет необходимость для режима пыток, как правило, идет с идеей, в которую веришь. С бизнес-процессами рядами необходимость пыток не стоит. Есть психологическое воздействие, есть масса нюансов, на которые можно надавить. Это можно назвать психологическими пытками, как угодно. Но ни один человек не будет держаться, рисковать собственной жизнью, свободой и так далее. Ради бизнес-интересов, ради компании, в которую он не верит, ради людей, которые его окружают, но они им нелюбимы и неуважаемы. Ну, я думаю, что понятно, что я имею в виду. Это мое мнение. Что касается поста второго вопроса Зенона Позняка. Я считаю этот пост плохим. Мне он не нравится. Я не уважаю этот. Я стараюсь прочитать пост и увидеть его так. Даже не стараюсь. У меня так получается всегда естественным образом, что я не обращаю внимания на заголовок, в котором значится автор. Это обычно не важно. Что пост, что видео, что еще. Пост, в котором в первой части говорится о коллаборантах в виде штабов с фамилиями обозначенными. А во второй части говорится о том, что нужно поддержать структуру, аффилированную с этими коллаборантами. И это абсолютно всем понятно и известно. Этой структурой является Байпо. У них даже со штабом Тихановской, в общем-то, телеги одинаковое ощущение, что один автор. Туда-сюда пишется один материал. Они пиарят друг друга, и мы прекрасно понимаем, что, по сути, Байпо – это приштабная структура. Еще весной был создан ситуационно-аналитический центр на базе Байпо, где мы собрали экспертизу активистов, бывших военных и сотрудников силовых структур, чтобы найти ответы на эти вопросы и помочь белорусам выразить свою волю. Не просто выразить, но вернуть власть народу с использованием технологий, медиа и мобильности современного общества. Мы объявили о запуске мобилизационного плана Перамога, разработанного в АСАЦ. Мы верим, что этот план станет ответом на самые главные запросы общества. Как вернуть массовость совместных действий? Как мобилизовать профессиональные умения людей на пользу протесту? Как сберечь ресурсы, использовать их эффективно и в нужный момент? План Перамога заботится о вашей анонимности и безопасности. Вам не нужно будет оставлять свое имя и другие чувствительные данные. С помощью чат-бота заполните форму, в которой нужно указать район, в котором вы работаете или живете, вашу профессию, степень готовности к активным действиям и ресурсы, которыми вы располагаете. Поэтому отношусь я к этому посту плохо. Для меня Зенон Станиславович, безусловно, величайший человек в новейшей национальной истории белорусской. Безусловно, величайший общественный деятель. Безусловно, человек, которого я все эти годы уважала от слова «очень» и продолжаю уважать его прошлое и то, что он сделал. Но это вовсе не значит, что каждый из нас должен создавать в своей голове себе кумира и башка и закрывать при этом глаза на тени состыковки, не веря в себя. Я обратила внимание, как в соцсети, где обсуждается прекрасными людьми, национально ориентированными данный пост, просто потрясающую, поразительную вещь. Люди не верят в пост, они перестают верить в себя. Если бы они этот пост прочитали у Васи Пупкина или у любого другого человека, они бы просто обсмеяли его, они бы раскритиковали его. Но здесь начинается очень странная тенденция. Может, мы чего-то не понимаем. Может, мы что-то не увидели. Это же сказал великий человек. По-моему, мы все увидели. По-моему, второго варианта здесь нет. Поэтому Зенон Станиславович для меня великий человек. Безусловно, достойно уважения более, чем кто бы то ни было. Но не кумир. Во всем этой хайпе в инфопространстве, связанном с Протасевичем, со сливами, с пропагандистской шелухой с обоих сторон, есть еще такая прослойка, которая не кричит сама за себя. Это герои. Они есть. Они сидят. Но они не дают практически почему-то инфоповода. Сидят себе и сидят. Страдают себе и страдают. Но поскольку за ними не стоит ни интересная, яркая жизнь в Европе, ни тусовки, ни разделы бабла, ни еще что-то, а всего лишь борьба за Беларусь, за собственные идеалы, то интерес к ним составляет один, два, три дня, и то не настолько ярко. Всем пока. Хороших выходных.